Пока будет проповедь. Ну, как бы преследовать, чтобы вы задавали себе этот вопрос. Аминь, друзья? Аминь. Итак, давайте мы откроем книгу Иезекииля, 36 глава, и мы прочитаем 17 стиха. Господь говорил через Иезекииля, или к нему пришло слово. Послушайте. Послушайте, что Израиль жил на своей земле. То есть, они жили все вместе, как народ Божий. И что они делали? Они своим поведением и своими делами, здесь написано, оскверняли эту землю. То есть, вы понимаете, мы, как народ Божий, призваны землю освящать, а не осквернять. И когда мы вот живем здесь, на этой земле, или мы на работе, есть определенное место, да, или на нашей улице, или где бы мы ни находились, мы призваны к тому, чтобы освящать. Вот, буквально, сегодня я подхожу здесь перед служением, детская площадка, мирские ребята, человек 15. Я подошел с этой стороны, захожу, говорю, ребята, я вам хочу напомнить. Знаете, что? Они хором, знаем. Я говорю, что? Не материться, не ругаться, не драться, девчонок на траву не валить. И начали вот перечислять. Я говорю, ладно, молодцы, и пошел. Смотрите, они приходят на территорию, и они переключаются, да? Или тоже у меня был случай, я живу на первом этаже здесь, и как-то рано утром встал, шел на кухню, там, сварил кофе. Окошко у меня было открыто на проветривании, так, занавеска, тюль. И смотрю, местные, ну, вот эти, сообразим на, как, сообразим на троих. И они стоят у меня под окном. Ну, и что-то они обсуждают, и мат через мат, мат через мат. И вдруг, а я так смотрю, они меня не видят, а я смотрю так кофе. И вдруг один из них говорит, тихо, здесь пастор на первом этаже живет. И они все, они не видели меня. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что мы призваны освещать землю, не осквернять ее. Вы знаете, если бы, если бы я матерился так же, как они, пил бы, то они бы, им бы не было бы стыдно под моим окном, правда? Они бы так, да какой, да он такой же, да он, да он так же, да вот вчера мы тут, ну. Они бы еще кричали, эй, Денис, давай выходи сюда. То есть, понимаете, мы народ Божий, мы призваны освещать землю, в которой мы живем. Освещать предприятие, в котором мы работаем. Освещать наш подъезд, в котором мы живем. Нашу улицу. Наш район. Мы призваны освещать, распространять Божье Царство. И народ израильский был призван к этому. Но что они сделали? Они наоборот, они своим поведением и своими делами землю оскверняли. То есть, они становились еще хуже. И тогда, ну вот Бог их сравнивает с женщиной, которая находится в нечистоте во время очищения. Он их сравнивает вот с таким положением. И что он делает? Посмотрите, 18 стих. И за это, Бог говорит, за то, что они не освещают, а оскверняют землю, в которой они живут. Я излил на них гнев мой. То есть, Бог гневается. И если мы, как церковь, мы не освещаем, Бог будет гневаться на нас. И в чем проявлялся его гнев? Теперь посмотрите. Это очень страшные вещи. Посмотрите, в чем проявлялся гнев. 19 стих говорит. «И я рассеял их по народам». И они развеяны по земле. И государство Израиль прекратил свое существование. За всю историю есть два народа, у которого не было своей страны. Это евреи больше двух тысяч лет. У них не было своей страны. И цыгане. У евреев появилось государство в 1948 году. Вот совсем недавно оно образовалось. А у цыган до сих пор его нет. И евреи, они жили в одном месте, в Палестине. А сегодня, куда бы мы ни приехали, евреи есть везде. Правда? Ну куда, ткните пальцем. Даже в Эфиопии есть евреи. Биробиджан у нас. Еврейская автономная республика, там евреи. Да и здесь евреи есть. Вот вы понимаете, страшно по всем народам. Ты живешь, а у тебя нет своего государства. И далее мы вот смотрим вот эти ужасы, которые происходили над евреями. Когда вдруг вот эта фашистская идеология уничтожит всех евреев. Просто у них, представьте, был план всех евреев уничтожить. Они с разных государств, с разных стран свозили, находили евреев. Вот эта желтая метка на сердце у них, это звезда Давида. Здесь и здесь. Ну, чтоб легче было, если что, метится уже сразу. Полное уничтожение евреев. Тогда задают вопрос, почему? А вот, а вот, я рассеял их по народам, и они рассеяны по землям. И я судил их по путям их и по делам их. Но знаете что? Даже рассеяв их по народам, Бог, он и тогда ожидал, что они в этих народах будут что-то делать. А дальше, посмотрите, 20 стих. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое. Потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. То есть они пришли в те народы, в которые пришли. И там вместо того, чтобы славить Господа, вернуться, они начали его бесславить. И там даже была такая поговорка, это еврейский Бог. Это Бог еврейский, посмотрите, евреи, жиды. И это было как поношение. И сегодня, вы посмотрите, кого поносят более всего, какую нацию? Евреев. Евреев. Чукчи так не поносит. Евреев. И далее, Господь, Он говорит, скажи, Дому Израилю. Так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, Дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. То есть Он говорит, Я сделаю, Я соберу вас. Всех народов. Я вас соберу по одному, по два, по тысячам. Я приведу вас в эту землю израильскую. Вы будете там жить. Но это не ради вас. Это ради Моего имени, потому что Моё имя вы обесславили. И ради своего имени Я это сделаю. Не ради вас. И Он собрал и собирает по сей день евреев. Репатриация в Израиль. Вот она началась. В начале 90-х годов со стран СНГ миллионы евреев вернулись в свою страну. Бесплатно. Оплачивали все. Только докажи, что ты еврей. И Он говорит, Я соберу, но не ради вас, а ради имени своему. А вы Моё имя обесславили. Вот понимаете, о какой мысли я хочу сказать, что мы, как люди верующие, живя среди неверующих людей, мы либо славим имя Господа, либо мы Его обесславим. И как мы можем Его обесславить? Нашим поведением и нашей жизнью. Нашим поведением и нашей жизнью. А сейчас я хочу теперь текст один из Нового Завета. Просто привести как пример первое послание к Тимофею, 6 глава. Вот я за историю своего служения христианского сделал вывод. Есть люди, которые сами уходят от Бога и сами уходят из церкви. Они уходят не потому, что они захотели, а потому, что Бог их убирает. Почему? Потому что они оскверняют церковь своей жизнью. Они не хотят меняться. Они не хотят преображаться в образ Иисуса Христа. Они бесславят имя Господа за пределами церкви и в церкви оскверняют саму церковь. Я видел это. Бог как бы убирает их. Если бы что-то не произошло, они бы так бы и ходили, и ходили, и ходили. Продолжали бы такой образ жизни. Но он их убирает, как бы выносит их. Иногда я наблюдал такую картину прямо в церкви. Вдруг человека начинает трясти. Он встает и в ярости выбегает из церкви. Верующий. Как будто что-то он слышит. И то, что он слышит, его сильно раздражает. Внутри мучает. И он не может находиться здесь. Вы знаете, мы читаем текст, такое, что Слово Божье, оно как елей, как бальзам на душ. Но почему-то по четвергам, например, не все стремятся за этим елеем. Почему-то. Но оно ведь бальзам. Даже если это и бальзам на рану, да, то есть как, бывает какой-то гнойничок, да, мы приходим в собрание, Господь этот гнойничок по-тихому так от чужих глаз его вскрывает. Да, нам больно, нам неприятно. А сверху поливает такой бальзам. Елей. Да, мы так, ну чувствуете же вы такое? Такое может. Да, может. Но не всегда люди почему-то, они воспринимают Слово Божье как бальзам. Почему? А потому что у них нет стремления изменить свою жизнь, изменить свой образ, свое поведение. Они привыкли так жить. И поэтому им не нравится приходить и слушать Божье Слово. Вот другое что-то нравится. Вот плов нормально. Вот прийти, когда плов, или праздник какой-то, тоже там ничего такого особого говорить не будут, чтобы там мой гнойничок вскрыть, там так все сладко, все так прекрасно, детишки такие радостные, улыбнемся и все. А вот в такое время как-то вот, ну вы извините, не по мне. Поэтому вот мы должны это понимать, Божье Слово, оно не только бальзам, оно еще и бальзам на рану. Давайте мы посмотрим 1 Тимофея 6 глава. Прочитаем. Смотрите, апостол Павел пишет к Тимофею. И вот если вы посмотрите на 2 стих, последнее предложение. Посмотрите, 2 стих, последнее предложение. Он говорит Тимофею, учи всему и увещевай. Учи всему и увещевай. И Тимофей, он конечно же старался, скорее всего, учить и увещевать. И мы тоже. Чему же нужно было учить и чему же нужно было увещевать? Это из 1 стиха. Теперь мы посмотрим. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Рабы и господа. Ну, в нашей жизни нет ни рабов, а господа все в Париже. Но в нашей жизни нет такой интерпретации. Рабы и господа. У нас есть другое. У нас есть начальник и подчиненный. Правда? У кого есть начальник? Поднимите руки, начальник. Поднимите повыше. Вот дядя Толя, хорошо, сам себе начальник. А у кого есть подчиненные? Так, Ваня. И вот смотрите, теперь, когда мы будем читать рабы, господа, мы будем на современном, в современном переводе. Смотрите, подчиненные должны почитать начальников своих, достойным всякой чести. Почему? Дабы не было хулы на имя Божье и учение. То есть, смотрите, если начальник, если вдруг начальник из-за нашего образа жизни вдруг хулит нашего Бога, мы грешим. Мы грешим. Мы бесславим имя Божье. Он смотрит на нас, неверующий начальник, сейчас идет речь о неверующем начальнике, о начальнике, который не знает Господа. Он говорит, вы почитайте начальника, уважайте, отдавайте всякую честь. А мы же как бывает, начальник только из кабинета или ушел с территории. А мы сразу пришел, ушел, и понеслось, встали там в кружочек. И начали его чихвостить со всех сторон. То есть, понимаете, наше поведение, оно должно приводить к тому, чтобы люди, они прославляли Господа имя Его. Они говорили, да, вот этот вот человек, вот он верующий, вот его я на работу хочу взять. Я встретил как-то одного бизнесмена, и он говорит, я говорю, слушай, у нас в церкви есть верующие братья и сестры. Он говорит, нет. Я удивился, нет. Я говорю, почему? Он говорит, ни за что. Мне вот так вот двоих хватило. Лентяи огрызаются, зарплаты постоянно недовольны, работу недоделывают, бросают. И знаешь, при всем при этом, на что они ссылаются? Нам, говорит, молиться надо и Библию читать. Говорит, нет. Что делали эти двое верующих? Они привели своей жизнью начальника к тому, своего начальника, что он бесславил имя Господа. Не то, что он верующий, ну там, в церковь он такой не пойдет. К Богу, такому человеку трудно прийти к нашему. Не то, что там взять на работу. Но и другое, я знаю, он говорит, я беру только верующих. Вот с одним разговариваю, он говорит, Денис, у тебя есть, мне нужна такая-такая профессия в церкви, у тебя есть люди? Я говорю, слушай, ну не, мне только верующих надо. Только, я вот работаю только с верующими. Мне вот надо. Другая сторона. Положительная. И он хорошие условия, он говорит и то, и то, и зарплата будет, и перспектива будет, и все. Я аж прям говорю, хоть меня бери на работу. Такие условия. Поэтому, друзья, смотрите, мы должны почитать начальников, их, почитать их достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и на учение, на то, чему мы учим. А дальше, посмотрите, второй стих говорит, то если вдруг начальник у тебя верующий, у тебя, Ваня, есть подчиненный верующий на работе? Есть, прости, не Ваня надо, а как Иван, Иван Владимирович, Иван Владимирович, ну как, ну правильно же или нет, на работе же так должны, если он еще главный энергетик, как же его назвать? Ваня, ты как? Иван Владимирович. За шашлыками дома можно там, Иван, Ваня, да? А на работе как? Иван Владимирович или нет? Братья и сестры, как? Иван Владимирович, куда не деться уже. Смотрите, здесь пишет Павел Тимофеев, он говорит, те, которые имеют господами верных, то есть те, которые имеют начальниками верующих, то есть если у меня начальник верующий, о, хорошо, мой начальник верующий, что это значит? То мой начальник верующий, что это значит? О, тут-то ты что, мой начальник верующий, теперь зарплата у меня должна быть. Вне зависимости от того, работаю я или не работаю, в два раза больше, чем у всех. С работы на работу могу опаздывать, могу там не в восемь прийти, а в девять, пораньше могу уйти, это же репетиция или же собрание. Ну что, он же верующий, неужели он не поймет верующий? Конечно поймет, он же брат мой. Посмотрите, нет. Посмотрите, чему учил. Те, которые имеют господами или начальников верующих, не должны обращаться с ними, как? Небрежно. Не должны. И дальше, почему? Потому что они, кто братья. Мы же думаем наоборот, а он говорит, нет. Именно потому, что твой начальник верующий, ты тем более не должен относиться к нему небрежно. Именно поэтому. Ох, да. Дальше. Что они верные и возлюбленные и зарплату тебе дают, работу тебе дают. И дальше он пишет Тимофею. Тимофей, учи этому и увещевай. А кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, учению о благочестии. То есть это то, что мы сейчас говорим, это учение о благочестии. Я должен быть благочестивым на работе. Тот горд, кто не следует, ничего не знает. Заражен страстью к состязаниям, словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие. Конечно, начальник. Ты, начальник, приехал на такой машине. Конечно, брат Иван Владимирович. Конечно. Что происходит? Зависть уже. То есть ты забыл, что ты совсем недавно, возьмите меня на работу, ну хоть возьмите. Взяли. Дали соцпакет. Начальник верующий. Нет. Ему работать, он на крыше загорает. Библия говорит нам, оттуда и зависть распри, злоречие, лукавые подозрения. Лукавые подозрения как? Ну точно. Щебень ворует, наверное. Точно. Да? Все. Понятно. Перепродает? Сто процентов. А как? Лукавые подозрения. Понимаете, да? Это вот оттуда все. Вот из этой. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Он устроился на работу. Мой начальник верующий. А, так для прибытка. Давай больше мне. Он говорит, нет. Благочестие не служит для прибытка. Благочестие служит для того, чтобы ты там, где ты работаешь, прославил имя Господа, осветил то место, чтобы начальник твой, который не верующий, не хулил Бога и учения, в котором ты пребываешь. Вот чему служит благочестие. Благочестие служит освящение земли, на которой ты, место, в котором ты пребываешь. И он говорит, удаляйся от таких, увольняй таких с работы, верующий начальник или неверующий, увольняй их, если они так думают. Вот, великое приобретение, апостол пишет, быть благочестивым и довольным. Я встретил одного брата, его пригласили на одну работу. Я ему задаю вопрос. Я говорю, слушай, а у тебя зарплата какая? Сколько будут хоть? Да я, говорит, не знаю даже. Я говорю, в смысле? Ну, как бы, ну не знаю пока, ну ты бы хоть узнал бы там, ну. Да у меня другие цели. На работу я, у него другие цели совсем какие-то. Я думал, странный он какой-то. Цели другие. И я понимаю, что он будет иметь благословение, если будет держаться за это. Потому что уповает на Господа. Потому что имеет жажду не обогатиться. А потому что довольный. Имеет довольство. Имеешь пропитание и одежду, будь довольным. Братья мои, сестры. Мы церковь Божья. Мы люди верующие. И мы призваны к тому, чтобы освещать землю, в которой мы живем. Место, в котором мы живем. Где бы я ни находился. Своей жизнью, своими делами, своими поступками. Освещать ее. Аминь. Не бесславить святое имя его. Нельзя. Не бесславить. Но если мы живем неправильно. Пытаемся всем кому-то что-то доказать. Унизить. Оскорбить. За спиной. Мы бесславим имя Божье. И Бог будет гневаться на нас. И не удивляйтесь тогда, если вдруг что-то произойдет в нашей жизни. Тяжелое, трудное. Если нас вдруг уволят. Или мы чего-то лишимся. Здоровья там или еще что-то. Не удивляйтесь. Потому что Бог, Бог не только любящий, не только добрый, милосердный, благословляющий. Он вступится за свое имя. За свое имя, которое мы бесславим. Да благословит нас Господь. Аминь, братья и сестры. Может быть есть вопросы какие-то. Пожалуйста. Есть вопросы, братья и сестры? Не стесняйтесь. Давайте. Вот вопрос. Хорошо. Тогда помолимся.